Добрый день, круг общения и сегодня у нас в гостях Ашот Амирджанян, немецкий журналист, человек, который успел проработать и на BBC, и на Deutsche Welle, и на крупнейшей немецкой телекомпании ARD, то есть человек, который, по сути, хорошо знает, прекрасно знает всю внутреннюю кухню прессы Германии, и при этом он не работал ни одного дня в Армении, поскольку сразу после окончания школы он уехал поступать в Украину, и оттуда уже определил свое место жительства и точку приложения сил и творчества уже в Германии. Добрый день, Ашот. Здравствуйте. Я бы хотел спросить для начала вот о чем. Настолько ли трудности большие переживает Германия в смысле коммунальных услуг, в смысле подачи газа, в смысле обеспечения какими-то товарами первой необходимости и питания, как это описывает российская пресса? Ну, российская пресса в той части ее, где главенствует пропаганда, естественно, преувеличивает и усугубляет ситуацию, которая, естественно, изменилась. В Германии и во всей Европе энергетический кризис, цены растут, и это не остается без последствий для нормальных граждан. Есть система компенсации, чтобы не очень страшно было. Она начала работать, и, в принципе, страхи в первую очередь в промышленности, потому что это, в общем-то, большая часть себестоимости продукции. Германия — это экспортная нация, и если цены на энергию будут расти так, как сейчас, это будет большая проблема для экономики, ну, соответственно, и для общества, и для рабочих. А грозит ли промышленности вовсе остановиться? Есть предприятия, которые уже остановились, и угроза тому, что это может продолжиться, большая, если к этому надо относиться серьезно, правительство готовит фонды компенсации, чтобы этого не произошло. Ну, происходит глобальная трансформация, мы все это понимаем. В чем его смысл? Куда мы идем? К чему придем? Глобальная трансформация. Некоторые ее называют тектоническими сдвижениями. Это напоминает землетрясение, после которого все валится, и ничего старого не остается, надо будет строить новые дома. Пользуясь этой картинкой, можно сказать, что да, действительно, старый мир рушится на наших глазах. И даже в том случае, когда не хватает фантазии, чтобы представить себе, что будет потом, исходить надо из того, что, ну, почти что слепо исходить из того, что старый мир рушится, будет рушиться, и почти ничего из старого не останется. Ну, мир трансформируется, и роли народов и наций меняются. Какова роль, на твой взгляд, армян и армянство в меняющемся мире? Ну, для этого надо заглянуть в будущее, что не так легко, и посмотреть из будущего в настоящее. Попробуй. Давайте попробуем. Значит, я сейчас нахожусь в будущем, в негативном будущем, в отрицательном сценарии будущего. Смотрю назад. Была война. Война не только в Украине, не только в других регионах, но и в этом Южно-Кавказском регионе. Война среди неравных слабо проигрывает, там случай Армения. Проигрывает, противник забирает все, что можно забрать, и оставляет некую часть этой территории, без особого суверенитета, нечто похожее на армянскую резервацию. То есть, это место, где культивируется, значит, язык, отчасти традиции, культура, музеи, значит, и кусочек Сивана. Сюда могут приезжать армяне со всего мира, вот, и возвращаться обратно туда, где они живут. Это отрицательный сценарий, который возможен теоретически. Если исходить из него, то можно себе представить, что нужно делать сейчас, чтобы этого не было. Второй сценарий положительный. Армении удается стабилизировать ситуацию нынешнюю, найти новых союзников, найти способ работы не или-или, а и-и. То есть, договариваться и с противниками, и с квазисоюзниками, и с новыми союзниками. То есть, найти модус вивенди, при помощи которого, ну, прямо, в прямом смысле слова, можно сейчас выжить, а потом уже развиваться, видя положительный сценарий будущего, и организовывая общество, политику, экономику, воспитательную систему, образовательную систему, так, чтобы можно было прямыми шагами двигаться в это будущее. Это возможно, я в это верю, но надо быть трезвым и видеть обе возможности, оба сценария, потому что они реальны. А тут я записал этот вопрос. Есть такое грядущее внутреннее пространство мира, помнишь, у Рильки? А если его попытаться применить к нашему региону и к нашему народу, к нашей стране, какие выводы можно будет сделать здесь, вот, имея в виду Рильки и его внутреннее пространство мира? Да, ну, это, так сказать, духовная поэтика, которая помогает чувствовать и вертикаль, и горизонталь. Искусство, наверное, интерпретации этой картинки будет заключаться в том, чтобы элиты армянские научились двигаться одновременно и по горизонтали, и по вертикали. Для этого необходимо, чтобы этот самый крест стал объемным, и чтобы в этом объеме можно было двигаться и в том, и в другом направлении, что в конечном счете означает способность занимать суперпозицию. То есть, двигаясь во внутреннем мировом пространстве, то есть, в некотором смысле, в кибернетическом пространстве и мышлении, надо уметь занимать суперпозицию, ну, как в будущих компьютерах, воспользуемся этим современным образом. Современные компьютеры работают по бинарной системе 0.1, 0.1 и так далее. А будущие компьютеры будут в троичной системе работать, то есть, будет 0 позиция, 1 позиция, и будет третья позиция, суперпозиция, которая будет подвижной, и в которой есть некая неопределенность. И научиться такому мышлению, а потом уже перевести эту формулу в конкретные действия, это будет просто необходимо, чтобы выжить. Что это означает? То, что я попытался описать несколько минут назад, что надо уметь одновременно общаться и с противниками, и с друзьями, и с недругами, и с квазисоюзниками в сложном мире, который меняется очень большими темпами. Двигаться уверенно, не будучи в состоянии быть уверенным в будущем. В этом будет искусство. Необходимо искусство, чтобы такой стране, как Армения, чтобы она могла выжить. И тут армянство глобальное должно в этом участвовать непосредственно, иначе ничего не получится. Но Армения выживала и оставалась страной, государством, нацией и в более сложные времена, я так понимаю. А сейчас времена нелегкие, они будут все сложнее и сложнее. Армянство выживало, да, очень долго без государственности. Сейчас остался какой-то кусочек того, что было, в виде молодой, не очень уверенной в себе, нестабильной государственности, которая сейчас под угрозой. Если потеряется и уйдет, канет в прошлое, эта государственность, восстановить ее в наших условиях очень трудно будет, учитывая то, что противники, враги, как угодно, которые окружают эту государственность, они полны решимости, полны решимости, и они почти ничего не боятся, чтобы осуществить свои большие планы. Я говорю о тюркском мире или о туране, как бы их ни называли. Армения была и есть кость в горле этих динозавров, которые хотят восстановить что-то, что было в виде мифа когда-то в их истории. Ты обращаешь внимание, эти соседи именно так агрессивно ведут именно к тем нациям и народам, которых не успели дорезать сто лет назад. Я имею в виду также претензии и агрессивные заявления, скажем, Анкары в адрес той же Греции на части территории, которой они расположились, Армении на части территории, на большей части территории, которой они расположились. И теперь они как бы испытывают досаду от того, что и у Греции, и у Армении есть государственность. И они жалеют о том, что не довершили свое черное дело сто лет назад. Можно предположить, что такой мотив у многих из них существует, и что в кулуарах такие беседы именно в этих образах имеют место. Я никогда не присутствовал при этом, поэтому подтвердить не могу, но могу себе представить, что так оно и есть. Тем более на том базарном уровне, на котором идет дискуссия в сетях, иногда можно читать, может быть, и даже в вашей передаче. Многие слушают и выражают, соответственно, образом. Ну, на этот уровень спускаться нам, наверное, не имеет никакого смысла ни на государственном поприще, ни на медиальном, как здесь. Надо оставаться трезвым, надо понимать, в чем угроза и опасность. Надо занимать трезвую суперпозицию, так как я сказал. Суперпозицию даже вот в том небольшом формате, в котором мы общаемся, нам надо научиться. Нам, что означает нам? Это армяне и их друзья во всем мире, здесь и во всем мире. Глобальное армянство — это то внутреннее мировое пространство, в котором армянство живет и будет жить, существовать. И нам нужно учиться общаться друг с другом так, чтобы возникал резонанс. Потому что других сил у нас сейчас нет. У нас нет ни ядерного оружия. Было бы неплохо, наверное, просто чтобы устрашать. Но его нет. И создать его сразу вот так вот отхок будет невозможно, наверное. А может и не нужно. Но сил в смысле грубой силы у нас нет. И в ближайшее время, наверное, не будет. Значит, надо пользоваться теми силами, которые есть. А принцип резонанса — это то, что можно, что... Ну, мы все помним по физике, что это такое, когда волны накладываются друг на друга так, что возникает большая сила. Можно, значит, общаться друг с другом так, чтобы ослабевали все участники дискурса. Это деструктивная манера общения, которая, к сожалению, среди армян тоже существует. И не только среди других. Можно научиться конструктивному общению в том смысле, чтобы при этом возникал резонанс. Для этого, повторяю, необходима суперпозиция. То есть необходимо умение занимать суперпозицию. Необходимо умение смотреть глазами другого. Необходимо стремление внутреннее. Стремление к тому, чтобы усилить других, не только себя. Это, так сказать, троичность, то есть плюс, минус и третье. Это то, чему мы можем научиться, и то, что может привести к эффекту резонанса. И эта сила во много раз больше, сильнее, мощнее, чем все танки вместе взятые. Будь они турецкие, российские или какие угодно. Насколько интересует немецкого обывателя, немецких потребителей информации, скажем, ситуация, которая развивается далеко за пределами государства? К примеру, на том же Южном Кавказе. Интересна ли им эта тема вообще? Ну, если речь идет о специалистах, то да. А если об общественности, то в принципе не очень. Тем более сейчас, когда идет война в Украине, и когда есть прямые непосредственные последствия этого в жизни людей. Плюс беженцы, плюс хаос в политике, плюс невыверенность и страхи будущего. Другими словами, немецкая пресса неохотно обращается к теме Южного Кавказа. Актуальная пресса делает свою работу. То есть, новости, кто-то напал на кого-то, стреляют, конфликт, идут текущие события, соответствующие материалы. Они идут. Они идут профессионально, они идут ни про, ни контра. Эти сказали, те сказали. Это не в пользу тех, на кого нападают. Вот такое вот формальное обращение, формально-профессиональное обращение к тематике. Но если продолжается и возникает интерес, а это было в сентябре, после агрессии Азербайджана против Армении, то начинаются уже появляться более квалифицированные материалы с соответствующей оценкой. И тем более сейчас, когда интерес к Армению уже усиливается не только из-за военных действий и стрельбы, а на фоне глобальных изменений, когда вырисовывается граница между мирами, которые, наверное, в ближайшие годы или десятилетия будут. Значит, мир демократических стран, Армения явно попадает на эту сторону. Не только по той системе, политической системе, которая сейчас в этой стране установилась, устанавливается и установилась отчасти уже, но и потому что она, естественно, совпадает с менталитетом людей. То есть и в этих условиях армяне в Армении, и не только в Армении, они просто быстро и хорошо развиваются. Экономические показатели республики Армении показывают, что это так и есть. То есть если оставить людей в покое и жить в мире, то они будут просто развиваться и усиливаться. Врагам, противникам этого не нужно, поэтому они этого не хотят. Сюда я должен включить не только непосредственных врагов-соседей, которым не нужна сильная Армения, но и даже друзей, якобы друзей-союзников, которым тоже не нужна сильная Армения. Поэтому нужна диверсификация и энергетической системы, и политической системы, и идеологической, и информационной, и прочее, и прочее. Это надо понимать просто. Насколько договоренности Евросоюза с Баку о поставках газа, которые призваны в какой-то мере заместить подачу туда российского газа, могут помешать правильному восприятию ситуации в нашей стране и в нашем регионе в Европе? В какой степени? Вот в той степени, в какой этот газ будет течь. Эта степень, насколько это возможно увидеть сейчас, небольшая. Поэтому ответ соответственно. Будет большая степень, будет большая зависимость от... Степень большая быть может, но больших поставок быть не может. Ну вот я об этих поставках говорю. Больших поставок сейчас не ожидается. Президент Франции его об этом спросили. Он сказал, мы вообще ничего не получаем, мы не собираемся получать. Германия что-то будет получать, но это не так много. Не случайно Путин с Эрдоганом договариваются о новом проводе, о новой трубе через Черное море. Новый, так сказать, хаб в Турции. Это их идея, это их план. То есть Германия провалилась, она должна была быть этим хабом. Она и была этим хабом при Меркеле, но это было уже, уже прошло. Северный поток был тем самым рычагом, при помощи которого была цель сделать из Германии мощнейший хаб. И таким образом связать Германию и приблизиться к большой цели Путина, России, соединения, экономического соединения и взаимодействия интенсивного между Европой и Россией. Не получилось. Вместо этого сейчас война в Украине и конец германского хаба. А мышление осталось старое. И стратегия та же самая. Если через север, через Германию не получилось, будем идти через юг, через Турцию. Получится ли? Я скептичен. Потому что пока построят эту трубу, это будет, наверное, длиться года два или три. Потому что помогать им никто не имеет права сейчас. Они сами должны строить Черное море. Глубокое. Идут военные действия. Мало ли что там может произойти. А до тех пор мир изменится окончательно. Поэтому я не очень оптимистичен, что касается таких планов. Но это может навредить сейчас политически Армении. Потому что когда Путин хватается за последнюю соломинку турецкую, эрдогановскую, он может пожертвовать чем угодно. Даже всей Армении. Поэтому тут надо быть очень осторожным и готовым ко всему. Как ты думаешь, до конца года удастся ли подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном и начать работы по демаркации и делимитации границы? Такие планы есть. И в принципе это возможно. Все будет зависеть от того, как, скажем, конструктивно Азербайджан отнесется к этому процессу и к этой бумаге. Если отношение будет как просто к бумаге, то есть можно подписывать что-то или вести переговоры, а на самом деле на земле вести войну, а это именно сейчас и происходит. То есть входить на чужую территорию и братьев и заниматься политическим и вербальным терроризмом. То есть это то, что делает Альев сейчас. В надежде на то, что его позиция внутриполитическая таким образом усиливается, а ситуация в Армении ухудшается. Если будет продолжаться так, то, наверное, ничего из этого не получится. А кроме того, вопрос в том, каким образом разрешится Гордиев узел на юге Армении, который все называют так называемым коридором. Что станет с этим коридором, с этим перекрестком, с этим кульминационным каким-то моментом, который сложился. И когда все интересы как бы в этой точке сконцентрировались, и будет ли попытка с чьей-либо стороны разбить этот Гордиев узел, а если да, то каким мечом. И последний вопрос. Ты фактически переехал в Армению, вернулся домой, так сказать. Чем думаешь заниматься здесь? Я пока еще не знаю, если будут предложения, пожалуйста. Решение было относительно спонтанное, я уже какое-то время об этом думал, но никак не мог решиться. И слава богу, то есть нет худа без добра, событие агрессии сентябрьской Азербайджана против Армении, это была последняя капля. То есть, когда все это произошло, через несколько дней после этого я понял, что так продолжаться не должно, не может просто. А если продолжится, то будет катастрофа. И я не думаю, что я могу кого-то где-то спасти, но я чувствую, ощущаю необходимость быть рядом с моим народом и быть полезным. Спасибо. С нами был Ашот Амирджанян, немецкий журналист. Мы еще увидимся. Продолжение следует...